вот вам как говорится и налегке пойдем право думал тонн 15 повезу довольно такой мелочевки накидают они бы еще накидали бы здесь сейчас ой горит и то и то и то и то еще загрузить тормозим пошел посмотрел говорю уже 23 куда еще грузить так тут тут я даже не пойму может даже двадцать три с половиной волокон если у нас на 4 умножать внутри с половиной 4 час 19 половины показывать что загружен три с половиной 423 23 с половиной тонны на фигачки так-то не по весам все нормально я 24 вез копейками дан и по весам и по общему и по весам по россии проходил вот уже в белоруссию это сейчас уже по м1 пройдешь а тогда по м1 как-то я хрусталем как-то раз в этом саратове загрузился саратове или в ангельсе не помню то что на францию что ли 24 тонны пятком битком был забита низко рамник снизу до низу снизу доверху все полностью коробки все были полностью весь поесть прицеп и короче 24 там даже с копейкой было тоже везде по россии все проехал везде по всеми сам никто никаких вопросов не задал ничего а в этом белорусам по весам проскакиваю выбирает вот заговорит по общему пробивает в россии 40 а у кого руси было 38 тогда ничего там лишний к тому килограмм 150 или 200 штраф был что-то 20 долларов больше геморроя было чем штраф больше бумажной всей волотим вот так сейчас вы чего а ситуация с 1 нефть короче рост нефть нам денежку вернуть не может и цикак горит мы можем вам вернуть литрами евро как короче мы сейчас вот заезжаем на заправку самарской области как раз на любую рост нефть и там говорите карту там как что произошло и нам 90 там помощь чем-то литров просто 90 нам должны компенсировать ну и заодно заправимся на руснефти уже полные баки зальем эти 90 заберем что нам должны и уже потом запомпуем полностью уже так нефть у нас власть меняется не власть одна указы издаются сегодня одно завтра другое нет просто это рост нефть по предоплате а так не спа пост на платье вот этой что мы заправляюсь там немножко дороже получается чем по предоплате парус нефти короче решили на рост нефть денежку закинули выходные прошли поэтому сейчас мы древняя валы тут есть 6 полный километров . визионная и так чего-то или будет чем за этим сейчас полный пакет под заливаем ушел какой у нас будет будет расход как вы думаете по приезду в усть-кут с нашим татанажом из 23 я думаю литра тридцать три тридцать три с половиной то это 4 по итогу вы сейчас уже 30 плюс ветер опять почему-то нифига не коммерческий как не крутить и 23 тонны цануть это уже тяжело и на урале сейчас будет тяжеловато в подъемах даже 500 кабел будут они слегка упираться эти 500 кабел там как бы там пить по земле тут как поднять особенно то что плохо с таким-то ножом это обгонять то есть ты это не можешь резко ускориться доедем как нибудь потихонечку и спеша выгрузка у нас понедельник сегодня тоже понедельник я думаю до следующего понедельника то уж будто мы должны доскрепстись не торопясь аккумуляторы все в уфе уже оплачены знаю вроде какие-то американские будем нам ставить я не знаю нам дафовские тут все нахваливали ну а часть поведение в общем какие-то якобы то ну привезут даже на трассу все никуда даже заезжать не надо привезут на трассу наши заберут я думаю что заехать или будь сдать в омске на халяв пару копеек и нифига трейдин шутка шутка было вот поэтому сегодня до уфы мы если приедем тут приедем только ночи даже не ночью ночью ну и плюс там эти ремонты плюс еще считайте час-два часа добавляется то сейчас уже по уфимскому уже пол пятого ёшкинку я еще до этой не доехал сюда тольятти даже не дошел какая уфа о чем речь так что завтра завтра мы все поставим и еще сегодня мучку как-то как-нибудь перекантуемся еще саблю что делать я не знаю с двадцатью тремя но сейчас его будет хавать у него будет есть литрами глотать это отбрю может еще где-нибудь запас линуть хотя по идее туда обратно мне должно хватить а вдруг мы обратно не поедем а вдруг мы куда-нибудь какое-нибудь интересное место еще поедем типа владивостока голубая мечта не исполнилась лишь владивосток сахалин и магадан потом норвегия португалия греция и турция да и в общем то на этом можно не точку не ставить но сказать что я видел все в магадан только летом зимой не поеду вот сейчас у нас должна быть рост нефть и на это и рост нефти сейчас пойду что скажут попробую сады вот давайте мои 90 литров что я шильдера с нефти спит у гонежа нет есть что на какая-то подгулявшая тарас нефть я гулявши о чем здесь топлива 47 91 да прибыл я уже в конечный пункт прибыл где у нас тут грузовикам из топлива шланги длинные короткие как тут как у них со шлангами длинные короткие длинные хватит на ту сторону не хватит это евро 5 это евро 5 ну ладно пойдем узнавать она так 990 у них за раз колонка выдает почти полные пакет получились дополнительный полный можно было еще попрыгать конечно там поскакать там на ней приподнять опустить еще впихнуть а здесь и 20 литров уже толпа них до той заправки доедем вернем долг и потом дольем уже чё там останется немножко ну а сейчас поехали найти если там еще ничего не сделали я вам один шедевр покажу шедевр всего этим шедевром все сказано что у нас тут творится на спуске у меня 1 а впереди говорит 05 я его обгонял этого камазе к я уже заправился и подогнал его опять он очень медленный очень медленный тему аварийных съездок подымать не путин скажем так это еще хорошая съезд байкальский горностаях съездок там да там уже если уже на него зашел то дальше тебя ждут только свободный полет над байкальскими сомками сейчас красивая скалам справа так интересно смотрится с высоты когда выше смотришь еще находишься тогда лучше видно здесь здание закрывает а там карьер какой-то скала я думал это и природное явление нет походу карьер рукотворное понятно о замечке пробежать ой у него дым он с колес идёт задняя оси у него дым хигачит не видно там колодки заклинились и отклинивать не собираются знаю видели вы или нет но дым у него валентом конкретно задней оси с правой стороны но они там двое там же 2 заде есть должен его предупредить и это тоже вот что хотел показать но это впереди что я хотел это там будто как бы тоже только лет этой даме вот этот участок совсем совсем недавно может года три-четыре назад еще помню мы днем не пускали мы еще все через ульянов через это объезжали и все вот все вылазило лучше все стыки с нашим тоннажом по я вам конечно тоже сильно не поедешь это потихоньку не спеша но самое интересное это перейти сейчас до пысы проедем в Тольяттицкий где-то рация говорит у тебя тут пальцы выкручивали за рацию я же вот им рассказывал разрешение говорит давай рация не рация переговорные устройства и все поддаешься с ними тут было дело было дело но это тоже нулевых 5 какой-нибудь 4 5 вот шедевр вообще стране строительства или не строительство или воровство на строительстве не вообще не знаю чего этот шедевр у нас перед нами сколько мы ждали вот эту истакану далее мы и очень долго сколько мы ждали когда она построится когда начали на строительство объезжали все время справа 6 пробки такие же собирались тоже ограничения были а уже подделали я две недели назад ехал только на 3 лучше не уже все уже 5 ну асфальт лежит здесь асфальт и в нет первого передищу осталось просто уплыл просто вот наверное впереди да блин ну сколько я это истокадину полгода на я ну так вот и наверно не стоящий вот вот видите что делать это еще нормально его уже тут срезали а так было просто вот две колеи и все по бокам он просто так вот он просто уплыл а с той стороны уже все вот там уже все опять асфальт сняли да уже все до бетона добрались и сейчас опять чудо там делу вот как объясните мне как я я да я не могу до сих пор понять я понял бы там года три прошло так 4 ну можно понять понять конечно сложно но можно выйти что делать он просто уплыл от асфальт петь и тот подрядчик то его делал можешь потом его кому-то сдал устал его принял на следующем повороте поверните на прошло затем все довольны все наверно как откаты получили сейчас пожаловать во сколько он денег влился я даже не знаю не знаю и знать не хочу сумма я думаю астрономическая за эти деньги можно два моста построить таких же две таких эстакады все сейчас на той стороне опять все по новой франбулы и 5 надо асфальт положить вон по новой асфальт закату как так-то ну как вот видите что делается полгода и может чуть больше мне вот это вот просто я не знаю на 5 ну все воруют причем везде воруют и там же мы думаем что там не воруют там кож вору блин так пока вот те вот кто вот это делал вот это сдал жить это принял не будет нести ответственность и хера порядка новая стакана просто шесть это уже горю то вот это вот там самая страшная часть была с той стороны во второй полосе и уже срезали вы на колеи посмотреть какие колеи за такое короткое время это вот за лет за лето уплыл асфальт почему он не уплывает в других странах где пекло стоит у турков те же почему не уплывает у китайцев почему не уплывает на климат здесь здесь на климат ты даже не климат здесь абсолютно не причем нет просто вот чуть захотелось высказаться не знаю почему я все понимаю да все жить хотят все воруют все везде все кого нет ни пальцев ну блин уже так так нагло просто как-то даже чуть чуть просто чересчур все за внуков за себя и страну партия пенсионерам а ну же голосование закончится требуют заводителя категории любую транспортную компанию берите сейчас требуют заводителя любую я думаю можно найти ту в которой комплектован штат особенно большую маленьких еще может быть там где несколько машин больших везде везде так ну как бы все мы тут вроде бы выбрали сейчас здесь уже в ближайших ремонтах хотя сейчас самара там тоже ремонт короче поехали куда доедем куда доедем сегодня что у нас пошла такая пьянка с загрузками что ждем допуститься надо взорваться трипунок тащить ой тяжело ела и тяжело но надо интересно зелено сейчас остановит или нет ну что вот сбоку немножко тент выпирает они тут обычно по центру тусят ну как бы им по идее будет видно по идее будет видно здесь же тут транспортники еще бывают у нас есть у нас есть у нас есть у нас есть честно скажу я про транспортников здесь первый раз слышу но никогда я тут транспортников не ездил даже больше вот еще у Роснефть нет приятного приятного автонома ну и просит а да да каишника видела что транспортники здесь на посту а я такого не припоминаю нету эти по центру такие тут ребята обижаются на них какие-то странно один какой-то бегает за весь пуст отдувается вроде как вырвались на более-менее простор до первых ремонтов нужно ехать а 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 уже не превышаем через 800 метров держаться интересно перевезли скотровозы пошли коровенок повезли на казахстан пойдут ну скорее всего на казахстан польский да 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 пошли по прямой нет подождите еще не пошли по прямой да да пошли нет 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 на уфу уходят на уфу ну не факт что не на казахстан может на какой троицк идут не 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 в руку все обшибся да пошли прямо значит на этом на маштакова на казахстан коровенок повезли на польских номерах на третапе полетели на польских номерах на третапе полетели тут-то до границы с казахстаном высокая здесь немножко километров 200 может 250 наверно может и не в 250 и не будет совсем рядом тоже все близко а мы дальше пока в казахстан не едем пока не моем к сожалению зимой поедем когда там весело будет пока у нас полная машина всякой всякой всящей безобразной и нам ее нужно доставить в город 8 год дорожная работа ну вот часто в принципе смотреть то что часа через полтора надо тормозиться паузу сделать просто если там опять большие пробки на ремонтах мне почему-то кажется что угоднее пройти и днем то есть завтра с утра не днем а с утра это надо будет куглить куглить получается 7 километров до Кольца и 218 до Бавлинского ну вот перед этим Бавлинским там вот Принбургская область и когда захватывается да ремонты начинают там идут ремонты серьезные они и здесь он видится тут я думаю от Самары до Уфы недалек тот час все у нас тут вообще автопланы но этот же щелковый путь все правильно должен соответствовать своему названию так что ездим терпим очень страшно зато потом будем нет не ездить летать вот не знаю мигалки они включили чего они до бочки или вот до этой второй машинки а до этой второй машинки которая за мной идет он короче не успел он заканчивал обгон бочки еще уже там где было запрещено они с поворота с этой выехали с прилегающей я их видел и за нами пошли я бочку успел обогнал а эти видно вдвоем едут елки-палки что ж вы делаете да и вот один обошел то есть я обошел вот этот второй на легковой обошел и еще один на легковой и тот как бы он то есть получается он уже маневр закончил уже через сплошную не знаю от приходится не от приходится много раз отбрехивался вот так а что делать куда деваться я маневр должен закончить должен закончить все почти всегда прокатывала да не почти всегда всегда прокатывала ну не знаю получится у него отбрехаться у этого парня не или нет мы конечно об этом уже не узнаем но вот прямо сейчас они его можно сказать на ровно месте цепланули вот видите подожди минуту переработал остатки где на обочине не хотелось от нефти пойдем адовую заливать так заправками ничего не порешали зальем адовые воды с канистрами что делать будем таскать канистры начинать там 3 процента показывает сразу три канистры надо залить я на стоянку мы еще рано надо нам еще проехать о зато удобно вас нужно поставить вот вот наверно пойдем какой-нибудь хот-дог куплю что там в принципе кафе есть можно сходить и первого вот вот подарок из африки в латвию нам надо там наш друг товарищ обещал нам классную лейку подарить заранее скажем спасибо так ну рукой неудобно короче латник заливая я адовую жидкость и и чё пойдем быстрее какой-то хот-дог схаваем что у нас здесь не пораспирала больше нигде особо больше то и распирать нечего всякой гадости назад накидали ну я еще и пломбу повесил у меня этих пломб Виктору соски за спасибо у нас этих пломб он меряно не меря пускай висит чтоб не было лишних желающих залезть туда хотя его открыть никаких проблем штору сдвигай открывай делай что хочешь вот она эта зловредная аруснефть ну щас посмотрим и вернут ли нам тут там деньги и надо нам дублево отдайте что я в тот раз именно на эту поехал мало что с немцей по дороге вот с правой стороны было вообще вот чудо лево крутил вот раз за матч все нам тут скажут сколько я помню здесь большая яма сначала большой полицейский а потом большая яма а потом большая яма проектие 3,4 километра ё-моё она что закрыта что ли на следующем повороте направо губ ни хрена себе вот это прикол она не работает все перекопано ха не судьба нам вернуть наши денюжки они муха догадался отъехать и на том спасибо короче не судьба пока сейчас начальству отзвонюсь сейчас отзвонюсь сообщу и не заправился до конца ну ладно еще не последний раз нефть ну ладно что свет горит все это горит что она рабочая ее все перекопали ремонты все прополкались хорошо сегодня первого часа ночи наверное сейчас он перед мостом который два часа там вроде насколько он с правой стороны какая стоянка есть не важно что дорожная не дорожная вот здесь у меня был слегка такой тяжелый сумматошный спать хочется уже хотел дыхать что не едем на ремонтах стояли политику послушали там все все последние новости узнали можно ехать ложится что по башкирскому уже первый час по москве этот день по 11-й по башкирия вон светится это уже этот октябрьский кажется октябрьский город ни разу по одной стоянке не ночевал абсолютно не принципиально не кушать не хочется ничего заехать запахло нефть нефть интернет есть есть задай посмотрим что за стоянка нет подождите нет Какая-то шмотка. Все-таки там еще дальше. Не, может же сейчас вон там, с правой стороны. То есть не с правой стороны, но вон там мост уже. Как говорится, встанет всегда. Готовьтесь к левому повороту через 250 метров. Что у нас тут за паркинг? Проледьте 8,1 километра. Ну все, машины стоят нормально. Через 100 метров поверните налево. Надо правда как-то так встать. Что там того, что будет тарахтеть? Ух ты, заезд тут оказывается веселый. Завтра уже будем с новыми батарейками. А сегодня еще надо молотить. Да, ну один градус всего? Холодно. Еще тут разделка стоит. Тут, наверное, есть дорожная сеть. А может и нет. Хузаин Медной Горы идет, сейчас мы у него спросим. Куда тут, чего швартоваться-то? Все, короче, братья. Спасибо за внимание. А нам спокойной ночи. Да, да. И не по дорожной? Дорожная. Сейчас я тебя обобью. Хорошо. Туда станешь? Возле отеля. Там одна стоит. Туда? Да, место есть. Только я мордой загоню, потому что я молотить буду. Да, да. Да, я морду... Там фонарь горит-то. Пойдет без штору. Не, конечно. Пойдешь. Да. Хорошо. Ну, вообще замечательно. Спрячемся сейчас из глаз людьких. Молотить будем мы в баню. Мерзнуть. А завтра уже с батарейками с новыми поедем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Подожди! Продолжение следует...